Добрый вечер! Настал момент подвести информационные итоги понедельника. С вами Галина Фахрединова и в начале несколько тем нашего выпуска. Ни Корнилев, ни иные фигуранты по данному делу вину не признавали. Корнилев отрицал, как и другие фигуранты по данному делу. Миллион рублей штрафа и 8 лет лишения свободы. Экс-министру строительства ЖКХ Василию Корнилеву вынесен приговор. Какое наказание получили его подельники? Новый учебный год – новый формат Всероссийской Олимпиады школьников. Что поменяется в её проведении и зачем предлагают утверждать список предметов Олимпиады каждый год? Обсудим с экспертом. Этим останкам более тысячи лет. Новые находки археологов дают ещё больше оснований полагать, что в семи буграх жили хазары. Новую школу на тысячу мест на улице 3 Зеленгинская планируют сдать в конце этого года. Сегодня строительную площадку посетил глава региона Игорь Бабушкин. Четырёхэтажную школу возводят в микрорайоне Никитинский бугор-2. Строительство объекта ведётся в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас строители уже приступили к внутренней отделке помещений, устройству вентиляции и системы отопления. Подрядчик планирует сдать объект к 1 декабря 2020 года. После этого новому учебному заведению нужно получить лицензию на образовательную деятельность. Для этого нужно оснастить школу современным оборудованием. На это потребуется более 200 миллионов рублей. Так как часть субсидий предусмотрена федеральным бюджетом, это 37 миллионов 165. А остальные 168 в целых 2020 года. Мы недавно все просмотрели сайты, все взяли коммерческие предложения. Это является полномочием субъекта оснащения. Плюс софинансирование как бы муниципального бюджета это на оснащение куконным оборудованием. Также Игорь Бабушкин посетил школу номер 58 в Трухсовском районе. В ходе подготовительных работ к новому учебному году в здании обвалилось перекрытие между первым этажом и подвалом. В прошлом году в здании проходил ремонт. Укрепляли фундамент и стены. Сейчас специалисты проводят экспертизу здания. Они уже отметили, что в подвале появились новые трещины. Вопрос по школе будет решаться после заключения экспертов, которое должно быть готово в течение нескольких дней. Экспертиза сколько еще будет работать? Обещали сегодня или завтра выдать заключение. У них инструментальное обследование. Они их сделали в воскресенье. Вот как только у них лаборатория будет готова, они нам выдадут заключение. Так, что с детьми? Детей перевели. 64-й, 55-й и детские сады. Там два детских садов. 117-й на станции Трусово и 65-й. Вторые и четвертые классы идут в 65-й детский садик. Первые классы в 55-ю школу. И третий класс идет в 117-й детский сад. С учетом того, что... Все дети распределены? Да, остальные старшие классы 64-й, 65-й. Школы там будут просто перегружены, нагружены второй сменой, насколько я понимаю. Безопасность День знаний будут обеспечивать 700 полицейских. Сотрудники госавтоинспекции будут дежурить возле школ на пешеходных переходах. Полицейские и росгвардейцы будут следить за порядком в местах гуляний. Торжества, посвященные началу учебного года, пройдут в более чем 250 школах. Как уточнили в региональном управлении МВД, перед торжественными линейками все школьные дворы обследуют и возьмут под круглосуточную охрану. Правоохранители просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и при необходимости звонить по телефону 102. О безопасности иного толка. Всероссийскую Олимпиаду школьников предлагают изменить. На финальных этапах будут применять такие же меры безопасности, как и на ЕГЭ. Следить за сохранностью заданий, передавать их в регионы и проводить всероссийский этап будет Роспотребнадзор. Законопроект проходит общественные обсуждения. И обсудить прямо сейчас это предложение мы можем с Натальей Кравченко, председателем комиссии по развитию дошкольного и школьного образования Общественной палаты России. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Расскажите нам, зачем нужно такое ужесточение мер безопасности, на ваш взгляд? И надо ли оно вообще? Вы знаете, я бы здесь не говорила об ужесточении мер безопасности. Скорее, подобное решение, обсуждение этого решения связано с тем, что у Роспотребнадзора существует большой опыт и экспертиза в проведении единого государственного экзамена. И новый законопроект, который на самом деле будет проходить нулевое чтение в Общественной палате, предполагает использовать опыт Роспотребнадзора в организации Всероссийской Олимпиады школьников. Огромное количество детей участвует в этой Олимпиаде. Существует школьный этап, региональный и всероссийский этап победители получают серьезные льготы при поступлении в университет. И Роспотребнадзор в том числе при проведении единого госэкзамена в этом году использовал информационно-коммуникационные технологии и предполагается использовать этот опыт при проведении Всероссийской Олимпиады. Вместе с тем сейчас, помимо законопроекта, на утверждении находится новое положение о порядке проведения Всероссийской Олимпиады, которая предполагает на всех уровнях Олимпиады Всероссийской использовать, позволяет проводить все этапы Олимпиады в дистанционном формате. Ранее такой возможности не было, и именно поэтому весной этого года не удалось провести финальные испытания Всероссийской Олимпиады школьников. И Минпросвещение приняло решение в тот момент ребятам, которые вышли в финал регионального этапа, приравнять к призерам Всероссийского этапа и тем, кому в этом году актуальные льготы при поступлении, дать такую возможность. А как вы лично относитесь к дистанционному формату? Вы и ваши коллеги. На самом деле большая экспертиза по этому поводу накоплена у Кружкова по движению Национальной технологической инициативы. На протяжении пяти лет организована Олимпиада Кружкова по движению НТИ. В этом году в ней участвовало 80 тысяч школьников и студентов. И часть этапов этой Олимпиады всегда проходила в дистанционном формате. В частности, первый этап предметный в дистанционном формате, второй этап командный тоже так же. И в этом году у нас был такой большой вызов. На самом деле мы не отказались от проведения финальных испытаний и тоже смогли обеспечить их проведение в дистанционном формате. Есть отличия между командной инженерной Олимпиадой Кружкового движения и предметной Олимпиадой Всероссийской Олимпиадой школьников. Ребята, которые участвуют в Олимпиаде Кружкового движения НТИ решают реальную инженерную задачу с использованием лабораторного оборудования, с использованием реальных инженерных таких приспособлений. И даже несмотря на это, мы смогли найти решение для того, чтобы сделать дистанционное испытание. Мы считаем, что когда ребята соревнуются дистанционно, это позволяет, с одной стороны, убрать субъективизм. И технологии позволяют оценивать те решения, которые ребята делают с использованием машины. И здесь ряд таких моментов снимается. И у нас апелляция, вообще минимальное количество. И таким образом соревнования становятся доступными многим тем, кто находится дома на домашнем обучении. И мы считаем, что это большое преимущество. И в случае необходимости здесь команда Кружкового движения НТИ готова поделиться своим опытом и наработками, которые у нас на протяжении 5 лет накоплены. Вот еще одно новшество. Список предметов Всероссийской Олимпиады предлагают утверждать каждый год. Нет ли здесь какого-то элемента бюрократии? Зачем вообще это? Вот каждый год утверждать? Или он расширяется, этот список? Мы надеемся, что он будет расширяться. В частности, на наш взгляд, есть большой дефицит в межпредметных таких областях. Сейчас очень много новых технологий, новых рынков развивается на стыке нескольких направлений. Поэтому нужны новые формы. И на самом деле технологическое направление в Всероссийской Олимпиаде школьников сейчас не представлено. То есть это не закрывает Олимпиаду по технологии. Поэтому было бы здорово, если бы Олимпиада дополнялась новыми областями и направлениями, в частности, соответствующими тем направлениям, которым развивается экономика во всем мире. Также Олимпиада стала массовым явлением. Участвуют миллионы школьников. И после того, как призеры и победители стали поступать в ВУЗы без экзаменов, ставки возросли, существует реальная возможность утечек. Утечек чего? Ну, ответов возможно. То есть, все-таки поступить без экзаменов в ВУЗ, это действительно очень высокая цена. И за это стоит побороться. С коллегами из регионов, которые в том числе участвуют в разработке заданий, как правило, разрабатывается несколько вариантов. И не один, и не два. Это может быть десяток вариантов. Да, они все по уровню сложности между собой похожи. Но вместе с тем, маловероятно, что тебе попадется тот вариант, который решал твой одноклассник днем раньше. Да, действительно, когда дистанционный этап, предполагается, что это будет происходить не в одном моменте, а в течение нескольких дней. Но вместе с тем, сейчас наработан большой опыт. И такого известного конкурса, как «Лидеры России», где варианты утечек и списывания минимизированы. Что ж, спасибо, Наталья Васильевна. Мы обсудили изменения проведения Всероссийской олимпиады школьников с Натальей Кравченко, председателем комиссии по развитию дошкольного и школьного образования Общественной палаты России. Минпросвещение не будет требовать от учителей делать прививку от коронавируса. Вакцинация рекомендована на добровольной основе. В департаменте госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения подчеркнули, никто заставлять учителей делать прививку в добровольно-принудительном порядке не будет. Ни от коронавируса, ни от других инфекций. А вот от гриппа сделать прививку учителям рекомендуют. Но, опять же, решения педагоги будут принимать самостоятельно. В Астраханской области началась вакцинация от гриппа. Этой осенью астраханские медики планируют привить от гриппа около 600 тысяч человек, в том числе около 150 тысяч детей. В регион поступила первая партия вакцины – 67 тысяч доз детской вакцины. Прививочная кампания начнется уже сегодня с вакцинации детского населения. Сделать прививку можно будет в поликлинике по месту жительства, а также в учреждениях образования. В последний день лета коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе – 0,95. Список заболевших за последние сутки пополнили 37 человек. Под амбулаторным наблюдением находится 2904 человека. В инфекционных госпиталях сейчас получают лечение 643 пациента. Сегодня стало известно об еще одном летальном исходе. 10 июля в госпитале АМОКБ скончалась пациентка 1958 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19. Три дня женщина находилась на самолечении. В связи с ухудшением состояния была доставлена в РЖД медицину. Компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию. Пациентку направили в ковидный госпиталь Александра Мариинской больницы. Там, в отделении реанимации, женщина скончалась, несмотря на усилия медиков. Заключительный диагноз коронавирусной инфекции поставили в патологоанатомическом бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики. К этому дню на территории области зарегистрировано 73 летальных исхода пациентов с COVID-19. Вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Василия Корнилева. Решено отправить экс-чиновника в колонию общего режима. Обвинение требовало 9 лет лишения свободы. В результате бывший зампредседателя правительства проведет за решеткой 8 лет. Кроме того, Корнилеву в течение трех лет запрещено занимать должности на государственной службе. Василий Корнилев заплатит штраф в размере одного миллиона рублей. Ущерб государству возместят еще четыре фигуранта уголовного дела, в их числе директор ГКУ Астрахань Автодор и его заместитель, и руководители двух коммерческих организаций. Они заплатят штрафы от 400 до 900 тысяч рублей и отправятся в колонию общего режима на срок от пяти до семи лет. Следствие установило, что Корнилевым была организована преступная группа. В результате сговора из федеральной и областной казны были похищены более 660 миллионов рублей. Как пояснили нам в прокуратуре Кировского района, эти деньги выделялись на ремонт и строительство дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ни Корнилев, ни иные фигуранты по данному делу вину не признавали. Корнилев отрицал, равно как и другие фигуранты по данному делу, само событие преступления. Приводились доводы о том, что хищение отсутствовало. И, кроме того, приводились доводы о том, что никакую организованную группу он не создавал. И, кроме того, Корнилев был осужден также и за совершение преступления, пересмотренной частью 2 статьи 26 Уголовного кодекса превышения должностных полномочий. Им были подписаны незаконные документы о перечислении 19 миллионов рублей по агентскому договору, которые были выделены из бюджета Астраханской области. Следствие ввели два года. Были допрошены десятки свидетелей. Дело насчитывает почти три сотни томов. Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в течение 10 дней. Напомним также, что экс-министр ЖКХ добровольно сложил себя полномочия 8 августа 2018 года. В официальных сообщениях говорилось о том, что Корнилева ждет новая работа в столице. А на следующий день, 9 августа, он был задержан у трапа самолета при попытке покинуть страну и отправиться в Испанию. С 1 октября астраханцы смогут получать пенсии и пособия только на карту МИР. Оформить карту МИР необходимо тем, кто получает пенсию или другие социальные выплаты на банковские карты. В случае использования карт иностранных платежных систем, например, виза и мастер-карт, гражданам необходимо обратиться в обслуживающий банк с просьбой оформить новую карту МИР. После получения такой карты реквизиты нужно предоставить в Пенсионный фонд России. Сделать это можно и в личном кабинете на официальном сайте ПФР. Если гражданин не оформит карту МИР, то с 1 октября выплаты ему начислены не будут. Это не относится к тем, кто получает пенсию или иные социальные выплаты в отделениях почтовой связи. Областные депутаты вручили будущим школьникам портфели с канцелярскими принадлежностями. Ежегодная акция «Первоклассник» прошла в Камызякском районе. В ходе рабочей поездки председатель областной думы Игорь Мартынов посетил лицей номер один города Камызяка. Здесь прошел праздник первого портфеля для будущих первоклассников. Важно, что с соблюдением особых правил безопасности. Всем школьникам и гостям измерили температуру, обработали руки антисептиком, обеспечили социальную дистанцию. Игорь Мартынов поздравил первоклассников с наступающим учебным годом, а также обратился к родителям и учителям. Педагогический коллектив, конечно же, вам в этом первые помощники, но дети требуют при всей нашей загруженности и, прежде всего, родительского участия в их процессе обучения и воспитания. Педагогов я поздравляю с новыми ребятишками в школе. В этом году в Камызякском районе за парты сядут 597 ребят. Многодетные семьи и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, получили помощь при подготовке к школе. Игорь Мартынов лично вручил 57 портфелей с набором канцелярских принадлежностей, которые пригодятся школьникам во время учебы. Это и помощь, прежде всего, для семьи, потому что семьи находятся в разных жизненных ситуациях, особенно в тот период, в котором мы сейчас с вами столкнулись, в котором мы живем в период пандемии. Я думаю, что это большое подспорье. А потом, кроме того, это отдельная мотивация, что дети видят, что о них заботятся. В ходе рабочей поездки в Камызякский район Игорь Мартынов посетил и археологическую экспедицию «Открытие Хазарии XXI век» в окрестностях села Семибугры. Он побывал в лагере археологов, осмотрел найденные артефакты, а также выехал на место раскопок древнего городища, где специалисты нашли могильники, датируемые 8-14 веком, и залежи керамики. На раскопках в окрестностях села Семибугры археологи нашли останки, которым более тысячи лет. Помимо трех найденных ранее, ученые расчистили еще четыре захоронения. Пятое в процессе. Пока официальную экспертизу не проводили, но, вероятнее всего, останки принадлежат Хазарскому периоду. На раскопках побывала наша съемочная группа. О находках Виктория Соколова. Обнаружить под землей погребение – это только половина дела. Важно правильно его расчистить. Лопата используется только в начале. После археологи могут полагаться только на кисточки и лезвия, чтобы не повредить объект. На расчистку одного погребения в среднем уходит 3-4 часа. Этот раскоп археологи сделали не сразу. На вершине буграни обнаружили керамику. Предположили, что здесь может находиться могильник. И не ошиблись. В нем обнаружили на данный момент 4 погребения. Два из них соотносятся, скорее всего, с мусульманским погребением. И у них очень широкая такая датировка. Мы не можем просто пока ее конкретизировать. От 8 до 14 века. Так условно мы датируем. Два погребения у нас с северо-западной ориентировкой. Это юго-западная ориентировка, точнее. Это у нас, скорее всего, Хазары. Об этом говорит и найденная в засыпи керамика, которая в дальнейшем поможет установить дату находки и понять характер погребений. Спустя время археологи обнаружили и пятое захоронение. И врачисткой займутся в течение недели. А пока специалисты описывают ранние находки. Два женских и два детских погребения. Это женщина, да. До 30 лет такая молодая женщина. Жизнь прожила без всяких осложнений. Нет на ее скелете следов тяжелой работы. В отличие от других гребенок у нас есть вообще. Все найденные кости передадут антропологам, которые более точно установят возраст останков и проведут генетические исследования. Это поможет подтвердить предположение археологов о том, что на этом месте располагалось крупное поселение Хазарского периода. Об этом говорят и другие находки. На одном из раскопов был обнаружен культурный слой нетронутый. Вылезло сооружение, пока мы его не доследовали. И частично наткнулись на могильник, который датируется 8-14 веком. Вообще здесь каждый предмет ценный, потому что это впервые для нашей области. То есть до этого еще не находили. Поэтому мы абсолютно все предметы, даже маленькие фрагменты керамики мы заберем с собой в музей. Будем их обрабатывать и уже составлять статистику и уже в научный оборот вводить. Археологическая экспедиция завершится в первых числах сентября. Объект законсервируют до следующего сезона. На него большие планы. Все то, что не удалось осуществить в этом году из-за коронавируса. В следующем году астраханские археологи ждут в гости иностранных специалистов. Ведь найденный объект вызывает большой интерес в научных кругах и имеет огромную историческую ценность. Виктория Соколова, Алексей Гупов, Центр новостей. Молодые предприниматели Астрахани защитили свои бизнес-проекты. В бизнес-центре «Платформа» состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В финале конкурса приняли участие 30 молодых предпринимателей. В этом году жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсантов. Были выбраны 4 победителя в номинациях «Открытие года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года» и «Личный вклад года». Они будут представлять регион на федеральном этапе конкурса. Более 7 часов игры без перерыва. И это еще не предел. Астраханские киберспортсмены соревновались за звание победителя в «Контерстрайк». Как проходил турнир Кубок Каспия 2020 и кто помогает обеспечивать бесперебойную связь? В материале Анастасии Лонькиной. 16-й раунд он забирает для своей команды вместе с Максимом Физаном. И это победа. Одни игру покидают, другие выигрывают раунд. Сегодня одна из важных игр для астраханских игроков Кубок Каспия 2020. Уже 7 часов городские команды киберспортсменов испытывают свои скиллы на прочность и выявляют лучшего игрока в «Контерстрайк». Компания «Реал» – компания, которая смотрит много со временем. И еще лет 15 назад они понимали, что за киберспортом это будет будущее. Популярность и компьютерные игры по хвату уступают только чемпионат мира по футболу. Сейчас другие просмотры мы бьем. Естественно, в категории крупный чемпионат, менее крупный чемпионат, если сравнить с другими аналогичными спортивными мероприятиями. Совместно с интернет-провайдером в сети клубов уже прошло более сотни турниров по киберспорту. Проводили и 20-часовой турнир со спортсменами из Тюмени, Питера, Севастополя, Владивостока. Все было нам настолько тяжело. Уже ближе к утру мы уже играли почти сонные, конечно. Но азарт, игра, победа была важна. Но мы в всероссийском турнире, правда, заняли второе место, проиграли в финале из-за того, что, наверное, скорее всего, мы спали. Почти за 24 часа игры интернет-соединение не подвело ни разу. Это уже четвертый компьютерный клуб, где мы подключили интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Для нас это большая гордость и в то же время ответственность, потому что сеть клыки – это один из немногих потребителей услуг связи в нашем регионе, кто пользуется интернетом на таких высоких скоростях. Также в каждый компьютерный клуб мы установили систему видеонаблюдения. Это особенно очень важно, потому что в таких клубах чаще всего играют подростки, а безопасность детей – это наше все. Организаторы компьютерных клубов заботятся и о здоровье киберспортсменов. Турнир может длиться сутки, а приемы пищи и дозаправка глюкозы для мозга необходимы. Чтобы игроки не отвлекались, перекусы приносят на место. Спасибо. Пожелания киберспортсменов при выборе игр всегда учитывают. В астраханской сети компьютерных клубов проводят также чемпионаты по доте и танкам. Компания «Ареал» обеспечивает каждый турнир интернетом со скоростью до 1 гигабита в секунду. Техническая поддержка компании работает 24 часа в сутки, а за каждым юридическим абонентом закреплен персональный менеджер. Анастасия Лунькина, Алексей Ягупов, Центр новостей. Это пока все новости. Со зрителями ОТР мы прощаемся. Следующий информационный выпуск выйдет на телеканале «Астрахань-24» в 20.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова